Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так вот, в начале 20 века она побежала так быстро, что и от ветра слышать уже было нельзя Войдем в дом, в дом, который ровно сто лет назад вошла она И который было суждено здесь пережить больше, чем одна жизнь Одну страну, одну цивилизацию, в которой погибла та тонущая Атлантида Так вот он, обеденный стол Смотрите, на нем не дарил яблоко Дело в том, что к пиршеству, к большому столу, было брошено одной богиней В древнегреческом муфе яблоко прямо на стол пиршества И оно стало называться на латыни ровно так Дискордия малю, что означает яблоко раздора Вы помните, когда яблоко упало на стол? Сначала это привело к спору Все ожесточенно с каждой стороны кричали Я, я, я! С этого я всегда начинается драма А потом, потом все изменилось А потом началась война Но давайте пойдем дальше Ведь не интересно только в пространство, когда из места в место Нет, интересно вглубь, туда, к истокам Как писал великий Атфонтас Вот туда мы и пойдем Мы сейчас повернемся к году, который стал самым главным в двадцатом веке Вы думаете, семнадцатый? Нет Семнадцатый это уже было последствия Главное было другое Главное это причина Итак, перед нами тысяча девятьсот пятый год Марине Цветаеве двенадцать лет Ей скоро исполнится тринадцать Ее жизнь уже озарена первым чувством Первыми стихами, первой книгой Она уже была влюблена Тысяча девятьсот четвертый год Окончание Царское село Холодный ветер Снег Александровский дворец Я вижу силуэт Это женщина, которая стоит спиной У нее накинута шуба И она смотрит туда, куда Ее зовут Александра Федоровна А в семье ее называют просто Алекс Она всегда мечтала о главном Быть рядом с любимым мужчиной И родить ему сына Наследника Великой империи Она родила его Его звали Алексей И в этот день она поняла, что империя обречена Он болен Это будет взрыв, который оглушит всех москвичей Его звали Иван Каляев Когда я смотрела в дневниках его оценки У него была всего одна пятерка Эта пятерка была по закону Божьему И он бросает в Романову бомбу Его разрывают на части Этого великого, красивого Сергея Александровича Невозможно узнать И его, божественно прекрасная жена С золотыми локонами Она бросается туда, к нему И в этот момент Она меняется Из кокетливой барышни Которой было подвластно все Которая меняла самые дорогие наряды Которая имела самые дорогие украшения Она становится другой Это уже иная женщина Это женщина, которая откроет Матку Мариинскую обитель Эта женщина, которая придет Придет к Ивану Каляеву Туда, в тюрьму На следующий день После убийства и потери Своего собственного мужа Она придет к нему И протянет книгу Это главная книга Это Библия И он просит эту Библию И закричит Помогите! Потому что он не сможет Выдержать этого милосердия И ровно тогда Поэт задумал стихи Которые зазвучат совсем скоро И у преддверия могилы Вдохни в уста Своих рабов Нечеловеческие силы Молиться робко За врагов Ну а в это же самое время Представим себе Прекрасную Швейцарию Красивые горы Эти ароматы Богатых барышей Которые гуляют С дунтиками Получая вот эти вот Рассеянные лучи Закатного солнца В Швейцарии И он Он все время бегает Он все время бегает Он не может остановиться Потому что внутри него живет кипучая энергия Он знает Если не он То никто Никто не сможет этого сделать И он верит в свою звезду Он говорит всегда быстро Он говорит громко И он как бы все время подпрыгивает Подпрыгивает на месте Смотрится смешно Но этого никто не замечает Потому что магия Потому что нельзя от него оторвать глаз Его зовут Владимир Ульянов Ну тогда уже популярнее Ленин И он готовится Но вернемся к этому уму Ну с кем рождается поэтесса? Поэтесса рождается с ощущением кумира Иначе нельзя И кто ее кумир? Ну конечно же Конечно же Конечно же человек Который покорил весь девятнадцатый век Да до него и не было литературы До него и не было стихосложения Был вот этот тяжелый С гранитной могильной плитой державя А теперь легкость Муза Красота Да Это он Это он ужин Цвета Ведико ревновала Она ревновала Ка Гончаровой Она не понимала И ее темперамент Не давал ей этого понять Ка он мог жениться на ней Ну что это? Да ну почему? Да ну зачем? Она говорила Это самая презренная из женщин И написала почти памфлет И прослыть в веках длиннобровой Но никому не суровой Натали Гочаровой Вот так она отзывалась о Натали И говорила Натали Гочарова полный ноль Ноль-ноль-ноль Но переполненность гения Стремится к ну-лю И у Цветаевой Конечно, наряду с поэтом Появляется влюбленность Ну, конечно, в музыканта Совсем другого героя И этим музыкантом Становится Бетховен Бетховен делал себя сам Он обожал жизнь И всячески стремился К тому, чтобы жизнь ему отвечала тем же И когда-то он приехал к Моцарту И сыграл ему свои великие произведения Молодые, юношеские, но уже великие И Моцарт отозвался Он всех вас заставит Говорить о себе Спустя годы Так и случилось И где-то там На пушке леса Они сели Остановились И Цветаева Марина Серьезно Спросила Мама А кто такой Бонапарт? И тут мама Посмотрела внимательно На Марину И сказала Ты что? Ты не знаешь Кто такой Бонапарт? Так это же в воздухе И с тех пор Стало понятно Что Наполеон Это Судьба Я люблю тебя так Как никого не любил Я хочу, чтобы ты был рядом Я хочу, чтобы ты произносил мое имя И писал мне письма Я думаю о тебе Я знаю все твои жесты Твоя походка То, как ты говоришь То, что ты пишешь То, как ты живешь То, как ты покоряешь То, как ты любишь Я хочу, чтобы ты был рядом Это признание в любви герою Который покорил Своей судьбой Своей жизнью Звел с ума Да, пожалуй, весь мир Он стал великим В конце 18 века Тот самый Ветховен Ветховен покорился Обаянию Наполеона Который побеждал Который покорял всех И хотел написать ему симфонию Героическую симфонию А потом Наполеон решил стать императором Когда это безобразие Увидел Ветховен Он сказал Оказывается Он тоже Человек Я снова Ошибся Все были покорены Этой девушкой У нее были золотые кудри Голубые Большие Как озера глаза И она была такой нежной Такой красивой И такой умной Что ее невозможно было не любить Ее звали Мария Башкирцева И вот именно Ею очаровалась Цветаева И выбрала ее Своей героиней Надо сказать Что Башкирцева Была удивительной барышней Она родилась в очень богатой семье Ей можно было вообще все Но родилась она С какой-то невероятной Внутренней свободой Она была гениальна и талантлива Почти во всем Она писала картины Эти картины сейчас в Париже Она писала великолепные стихи Она удивительные оставила мемуары Эти мемуары прочла совсем юная Марина Но жизнь Башкирцевой Она сложилась драматически Башкирцева в своих мемуарах Все время пишет слово я Я, 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 мне, я И вот эта бесконечная Череда главного личного местоимения Цветаева о ней потом написала Башкирцева Это ожившая легенда о нарцисе И она покоряла все тюже двадцатилетних И она так уже устала Смотрела и говорила Что и он тоже уже И она понимала И он, и уже, и тоже, и влюблен, и навсегда влюблен Да, она умела покорять Ее не любила Цветаева И любила Это было чувство очень противоречивое Потому что они были соперницей И звали ее красиво, раскатисто Ее тогда вообще все знали без фамилии Это сочетание имени и отчества Анахматова Давайте представим сейчас Что мы перенеслись В самый конец Восемнадцатого века Ну, восемнадцатый век Это век галантный Вы помните эти огромные прически Знаете, что Мария Планета Перед тем, как быть казненной Долгое время веселилась в Версале А на полы она ездила, сидя на полу кареты Она не могла сесть не на пол Потому что прическа была такая большая Что ее надо было довести до балла Ну, вы понимаете, как она выходила из этой кареты В него влюблялись Ну, нельзя сказать, что сотнями Да, тысячами в него влюблялись Не было девушки в Европе, которая бы не читала Гетте и не теряла от Гетте голову Иногда эти девушки спали около его порога Иногда эти девушки преследовали его Писали письма Что касается Гетте, он был утомлен Вы понимаете, сложно, когда тебя любят все время Все время любить нельзя Потому что нужно писать о любви Вот Гетте и писал Ну, а теперь представим трех главных героиней И расположим эту мизансцену здесь Ну, представьте Здесь стоит жена Жену зовут Кристиана Кристиана – хорошая немецкая жена Кристиана много готовит Она вкусно готовит Она заботится о муже Заботится о муже Так, что прощают его многочисленные измены Здесь расположена задумчивая ульрика Это последняя любовь Гетте Это молодая девушка С нежным взором С обаятельной полуулыбкой на устах Молчаливая, тихая Ее речь звучит словно ручеек И она – это важно Дочь бывшей возлюбленной Гетте Ну, а между ними Между ними Между ними женщина Которая готова на все Потому что она приследует Гетте Она знает, что Гетте – ее судьба Что он не уйдет никогда от нее Потому что она его любит И он должен быть с ней И бросить Кристиану И все другие свои страсти Ее зовут Беттина Беттина пишет стихи Беттина – эмансипированная женщина Беттина написала сотни писем Гетте И Гетте даже с ней встретился Он испугался этой женщине Потому что эта женщина рвала на себе одежду Так она хотела быть с Гетте Она читала, она знала, она любила Она писала Она, она, она Вот такой ритм был в их отношениях Жена Гетте не любила Беттину Потому что слишком много времени Беттина проводила в гостиной Гетте Потому что жена Гетте много готовила И готовила хорошо Однажды Беттина, надев самое модное платье Пришла на выставку Она пришла туда не даром Она знала, что Гетте тоже там будет У Беттины в руках был букет нарциссов Беттина была в очках Потому что женщина умная и читающая Должна быть в очках Беттина пришла И стала громко критиковать живопись Лучшего друга Гетте Чтобы Гетте обратил внимание на Беттину И ее смелый наряд И смелое выражение ее мнения На что жена Гетте Которая всегда была очень строгих нравов И никогда не выходила из дома Больше, чем на два часа Не оставляя любвеобильного Гетте дома Больше, чем на два часа одного Она бросилась на Беттину И сорвала с нее очки На что Беттина Развернулась Ударила цветами Швырнула их под ноги И закричала Чтобы бешеная колбаса Больше к ней не являлась Так закончилась история Двух соперниц Ну а теперь обратимся к самой Красивой и нежной истории Ульрика Ульрика фон Левцев Была девушкой кроткой Воспитанной Нежной Она чувствовала Что в Гетте Та невероятная сила И красота любви Которой не сыщешь В девятнадцатом веке Потому что времена Они не те Всегда хочется Чего-то совсем другого И вот Гетте Было семьдесят два года Он увидел Беттину Жуткой Страшной Он увидел жену Ну в общем Женой И вдруг появилась она Красивая Юная Хрупка Ей семнадцать Ему семьдесят два Он понимает Что он стар И эта старость Она ее мучит Как сделать ей предложение Как сказать Что он ее любит Как доказать Что он молод И он хочет любви И он хочет любви Только с ней Ульрика была вынуждена Отказать От предложения Гетте А Гетте Был вынужден Написать Элегию Которая Начиналась так Там где немеет В муках человек Мне дал Господь Поведать Как я Стражду Это была последняя Любовь Гетте На этом Век Романтизма Век Гетте Закончился Он к сожалению Пережил Его В то время Когда все было возможно И времени Между 72 И 17 Когда люди любили Друг друга Просто не было Москва 1917 год Цветаева в этом доме Москва это ее любимый город Она не может без него жить В нем есть все Есть запад И восток Есть что-то византийское Но главное С ним чувствуется Вот этот Двуглавый орел Этот двуглавый орел Стал тиболом Российской империи Еще тогда Когда ей не было Довком империи Когда она только собиралась Ну а вот представьте себе Комната Холодно Очень нетопленно И холодно Сыро В доме И холодно Сидят двое Цветаева И ее друг Поэт Они сидят И смотрят друг на друга Мебели осталось мало Потому что нужно Отопить друг Нет Мебель рушен Крушен Как империю Которая разрывается Там за окном Она разрывается И Друг поэт Говорит Какое Изумительное время Ты выходишь на улицу Открываешь дверь Читаешь стихотворение И все тебя рады Все тебя понимают Потому что революция за окном Потому что Семнадцатый год И потому что Тот маленький человек Который Всегда попрыгивая Говорил Которого звали Лея Тогда Он Здесь Он уже вернулся Из Швейцаря Как он знает И за окнами Уже совсем другая История Ну а главное Цветаева писала Не забывайте Смотреть На бездонно Синее Темное Кобальтовое Небо Со звездами Потому что Тогда вы понимаете Что они живы Великие Они не умирают Они просто Прячутся В природе Знаешь Как и хорошо Так все прошло Мне кажется Я так устала А сейчас Так любопытно Ключу телефон Интересная СМСка пришла Видимо Кто-то в зале Сидит Смотрит И пришел Написать Знаешь Что пишет Как жаль Что таких женщин Как вы Не бывает Жизни Слышишь Как интересно Не бывает Жизни Таких женщин Как я Олег Правда Как ты думаешь Конечно Не бывает Не бывает Да Ну в общем Не знаю Жениться Видимо Надо из публики Как говорили Слушай Я не поняла Ты что снимаешь Все это Ну да Продолжай Серьезно Снимаешь Так я же уже сказала Я уже переодеться Успела Да что ж ты делаешь Тогда надо выходить Наверное Все Я побежала Давай Давай Спасибо за субтитры DimaTorzok